Привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем учиться пить водку. Начнём! За ваше здоровье! Дорогие друзья, вы знаете, я на самом деле не очень люблю водку. Я предпочитаю чай. Я предпочитаю пить чёрный чай. Поэтому я решила, что, может быть, в интернете уже много видео о водке. И сегодня лучше, если я расскажу вам о том, как мы в России пьём чай. До свидания, водка! Здравствуй, самовар! Я бы хотела вам сказать, что если вам нравится моя работа, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. На нём будет очень много новых интересных видео. Да, если вы хотите посмотреть полную версию этого видео, пожалуйста, становитесь дачником. Вступайте в клуб «Русская дача». Там вы увидите 100% этого видео. Я хочу сказать большое спасибо Сильви. Сильви – это дачница, прекрасная девушка из клуба «Русская дача», которая попросила сделать видео об этой теме, о теме русского чая. А теперь давайте начнём. Чай в Россию пришёл в 17 веке из Китая. Китай. Спасибо, Китай! И даже слово, русское слово «чай», «чай» – это китайское слово. По-китайски это «ча», а, например, по-японски это «оча», то есть это китайское слово. Китайские послы, дипломаты, принесли чай в Россию. Сначала русские цари и тоже аристократы использовали чай как лекарство. Они думали, что это хорошо для здоровья, для нашего тела. Это правда. И потом они стали пить его для удовольствия. В России, к сожалению, чай почти не растёт. Есть чуть-чуть чая в Краснодарском крае, но совсем чуть-чуть. Значит, Россия покупает чай в Китае и в Индии. И 94% этого чая – это чёрный чай. То есть русские обычно в основном пьют чёрный чай. И по статистике в 2010 году 98% русских сказали, что они регулярно пьют чай каждый день. То есть почти все русские. Это не стереотип. Русские очень любят чай. Это в основном чёрный чай, но также сейчас популярен чай, ароматический чай и чуть-чуть зелёный чай. Но зелёный чай ещё не так популярен в России. Всё больше русских также пьют чай в пакетиках. Пакетики, да, пакетики. Русские пьют чай в пакетиках. Очень много типов разного чая в России. Это может быть чай в пакетиках. Это может быть очень хороший, престижный чай. Все пьют чай по-разному. Но все пьют чай. Как русские пьют чай? Сначала чай пили аристократы, дворяне, дворянин. Дворяне – это русские аристократы. И они пили этот чай в британских традициях. И в этот период появился подстаканник. Подстаканник, вы видите? Это значит «под стаканом». Это стакан и это подстаканник. Это очень типичная русская вещь. Сейчас люди не пьют чай в подстаканниках дома. Нет. Но есть интересное место, где вы ещё можете увидеть подстаканник. Это... Редактор субтитров А.Семкин